Это новости на канале ЭНСК-49, студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Обманутые дольщики на тропе войны. Общероссийский митинг у памятника императору. К знаниям через лес. Жизнь в Благовещенке без транспорта и перспектив. Пять тонн снега на солнечной набережной. Уличная культура врывается в Новосибирск. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. В Новосибирске прошел митинг обманутых дольщиков. Собравшиеся в очередной раз выразили возмущение бездействием властей, которые, по мнению обманутых граждан, никак не пытаются помочь им в трудной ситуации. Отличительной чертой нынешнего мероприятия стал его общероссийский характер. В частности, на акцию протеста в столицу Сибири приехали обманутые дольщики из Красноярска, Омска и других соседних городов. С подробностями Василий Акимов. Дождливая погода не стала помехой для обманутых дольщиков. Более сотни человек собрала в парке «Городское начало» акция «Бездомный пол». Среди этих людей не только жители Новосибирска. Приехали гости из Томска, Красноярска, Омска, Абакана. Все они пришли, чтобы озвучить свои претензии к рабочих чиновников и правоохранительных органов. Мы пришли на митинг, чтобы защитить свои законные права, чтобы сказать городу, что мы не одиноки, что каждый из вас может оказаться в нашей ситуации. Мы будем требовать, чтобы все указы президента выполнялись на местах всеми чиновниками, чтобы чиновники не уходили от ответственности, не собирали нас в ЖСК, а полностью выполняли свои служебные обязанности. Некоторые из участников митинга ждут новоселья с 1994 года. И даже успели, поверив обещаниям чиновников, вложить дополнительные деньги на достройку. В 2006 году наш застройщик законным образом обанкротился, оставив нас ни с чем. Мы создали ТСЖ, как нам сказали чиновники, другого выхода у вас нет. Создавайте ТСЖ и собирайте деньги. Мы с вами, мы вам поможем. В результате сегодня какой? 2018 год. Наш дом стоит полностью непригодный для жилья. Митингующие собрали импровизированную стену из коробок с наклеенными на них фотографиями долгостроев и принесли плакаты, на которых были написаны обращения к властям сибирских регионов, застройщикам и председателям ЖСК. Акция была приурочена к введению поправок в федеральный закон о долевом строительстве, которые, по мнению дольщиков, привели к дополнительной защите застройщиков, а не граждан. В июле российские власти отказались согласовывать митинги обманутых дольщиков из-за чемпионата мира по футболу. Акции пришлось перенести на август. Вице-премьер Виталий Мутко недавно сообщил, что в России насчитывается 200 тысяч обманутых дольщиков, сообщает Регнум. При этом в реестре пострадавших граждан, которые могут рассчитывать на достройку домов или на компенсации, значатся только около 30 тысяч человек. Такую информацию обнародовала РИА Новости. Это возмущает остальных дольщиков, которые заплатили деньги и годами не могут въехать в свои квартиры. Шестой международный форум технологического развития «Технопром-2018» и 12-я сибирская венчурная ярмарка начали свою работу в Новосибирске. На открытии выставки «Науки и инновации» прибыли члены федерального правительства, Государственной думы и глава Новосибирской области. На форуме в этом году, проходящем под названием «Наука как индустрия» побывала и наша съемочная группа. Открывали шестой международный форум технологического развития «Технопром-2018» глава Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования Михаил Катюков, помощник президента России Андрея Фурсенко и другие официальные лица. Девиц форума «Наука как индустрия» хорошо отобразился в выставке. На площадках форума и выставки будут представлены как перспективные планы развития институтов Российской Академии наук, так и опыт конкретных предприятий взаимодействия с научными, в том числе фундаментальными институтами, опыт внедрения научных открытий. В экспозициях научных организаций и промышленных предприятий последние достижения. И от того, насколько эффективно эти две сферы научатся взаимодействовать, будет зависеть и как быстро мы придем к технологическому лидерству российской экономики на основе научных разработок и ускоренного внедрения наукоемких интеллектуальных технологий в традиционных сферах промышленности. В пленарных заседаниях, таких как «Притяжение талантов», «Как создать научный центр мирового уровня», в которых участие примет и глава Новосибирской области Андрей Травников, пройдет обсуждение актуальных вопросов и проблем. Проанализирует гости и наш проект развития Новосибирского научного центра. Мы планируем в рамках форума вынести на суд экспертов, промышленников, гостей форума первые результаты работы над большим проектом, план развития Новосибирского научного центра, который уже привычно условное название, имеет Академгородок 2.0. Здесь же начала работу и 12-я сибирская венчурная ярмарка. На ее площадке представлено около 50 стартапов и проектов, опять же, сибирских предпринимателей молодых компаний. Так как в работу форуму обвлечены ведущие отечественные ученые, лидеры в промышленной сфере, венчурные инвесторы и институт развития, то шанс получить средства и условия для внедрения разработок даже очень велик. А более юные участники Технопрома 2018 проявляли свои способности в Олимпиаде 3D-технологий, продолжат свою работу международный форум на следующий день. Первый фестиваль городских окраин «Ультимофил» прошел в столице Сибири в минувшие выходные. В течение двух дней на территории Затулинского парка свое мастерство демонстрировали музыканты, танцоры, художники, столеры и просто творческие и активные жители нашего города. Мероприятия стали центральным событием городской лаборатории Затулинка, которая проводится на средства гранта президента России. Какие цели у организаторов этого масштабного проекта, чего уже удалось достичь? А что еще только в планах, узнаем из следующего репортажа. Проект городская лаборатория Затулинка без преувеличения охватил весь Кировский район. Мероприятие проводилось на средства гранта президента России, который выиграл фонд «Общее дело» при поддержке мэрии Новосибирска, общественных и коммерческих организаций. Этим летом во дворах и на открытых площадках района работали профессиональные историки, ботаники, художники, фотографы, кинематографисты, мастера столярного дела, вели дворовые лаборатории, помогая детям и взрослым освоить новые знания и реализовать свои творческие инициативы. Среди различных объектов, которые появились на улицах Жилмассива благодаря городской лаборатории, фигуры, сделанные жителями ТОСов. На фестивале городских окраин они вместе со своими создателями прошли своеобразной праздничной колонной. Так у нас получилось, что жители Кировского района, они очень активны, и вместе и с администрацией Кировского района, и с депутатским корпусом мы всегда совместные проекты реализуем. Вот сейчас реализуем проект по президентскому гранту. Как раз разрабатывается механизм, чтобы привлечь жителей, чтобы привлечь детей на мероприятия, чтобы они были задействованы не только в школах, не только они были задействованы на секциях, но и также в общественном пространстве, на общественных мероприятиях. Благодаря активности местных жителей и слаженной работе депутатов, Кировский район становится более благоустроенным и удобным для жизни. Тем более, что Кировке есть чем гордиться. Так, одним из знаковых проектов должна стать акция учащихся художественных школ «Сохранить росточку». Они зарисуют уникальные здания знакового микрорайона Левого берега, которые многие архитекторы называют кусочком флорентийского ренессанса в Сибири. Изображения зданий передадут в музей города Новосибирска. Общее дело. Именно таким мероприятием по задумке организаторов стал первый фестиваль городских окраин. Еще в процессе подготовки он объединил сотрудников мэрии, депутатов Законодательного собрания области и Совета депутатов города Новосибирска. Океан – это далеко и прекрасно. Океан – это глубоко. Первый фестиваль городских окраин стал своего рода кульминацией проекта «Городская лаборатория Затулинка». Ярким примером того, каких результатов можно добиться при совместной работе на благо родного района. Одна из целей праздника – способствовать дальнейшему объединению горожан в установлению добрососедских отношений. Здесь идет разработка механизмов вовлечения граждан. То есть это не просто благоустройство территории, которое у нас планируется здесь в следующем году по программе «Городская комфортная среда», а именно вовлечение граждан в жизнь своего микрорайона. Депутаты принимают активное участие в развитии района, всегда готовы выслушать предложения от жителей. Реализовано очень большое количество интересных инициатив, проектов и Кировский район, и Росточка, и Затулинка, и Северо-Чемской, верхняя зона. На самом деле за последние 10-12 лет преобразились просто. Это невозможно не заметить, об этом говорят очень многие люди, которые жили когда-то, приезжают в гости и так далее. Ну а в частности, безусловно, мы активно участвуем в грандовых программах, которые есть. В планах дальнейшее благоустройство Кировского района. В частности, в ближайшие годы должен преобразиться Затулинский парк, на территории которого проходил фестиваль уличных искусств. Сейчас ведется активная работа в этом направлении с участием общественности и депутатов. К сожалению, есть в нашем городе и другие окраины, где не все так радужно. Жители микрорайона Благовещенко на протяжении 5 лет не могут добиться от муниципалитета дополнительного маршрутного транспорта. По их словам, автобус ходит с интервалом в полтора часа, а остановка находится почти в километре от домов. Чтобы попасть в школу, дети вынуждены ходить через лес, что небезопасно. О проблемах собственников улицы Благовещенской в Советском районе расскажет Алексей Кузьмин. По словам собственников, дополнительный маршрут муниципалитет не вводит на протяжении 5 лет. Всего два автобуса, которые ездят по 65 маршруту, выделили в 2017 году. Но этого недостаточно. На обращение граждан рационального решения не предпринимают. Чтобы сесть на нужный автобус и доехать до школы, ребятишки идут через лес на протяжении порядка километра. Задача осложняется весной и осенью из-за дождей и грязи. Больше сотни лиц обратились в мэрию, но получили ответ, что извините, по причине заключенного договора, уж не знаю, какие там у них условия, мы не можем внести изменения в схему движения маршрута номер 52. Кроме того, дорога не освещена, не имеет пешеходного перехода и оборудованной остановки. В темное время суток водители могут не заметить перебегающего дорогу ребенка. Зимой еще опаснее. Тротуар отсутствует и жители микрорайона вынуждены ходить по дороге, так как на обочине груды снега. 52 нужен. Во-первых, здесь студенты есть, которые в НГУ учатся. Во-вторых, работают многие, я сама работаю в эконом-городке. Потом у нас еще ученики, которые ездят в верхнюю зону на учебу. Уехать надо либо через лес идти, либо вообще там какими-то перебежками добираться. В микрорайоне проживает около полутора тысяч человек, без учета собственников коттеджей. В каждой семье есть дети. Не у всех есть автомобиль, а частые поездки на такси – дело затратное. Жители планируют выйти на диалог с собственниками 52 маршрута. Пойдет ли частник на уступки – неизвестно. А что касается обустройства дороги с закрытой остановкой и освещением, то здесь, как показывает практика, компетентные лица начинают действовать после очередной трагедии. Новосибирск постепенно становится более благоустроенным и уютным. Немалый вклад в городской комфорт вносят новостройки, в том числе возникающие на месте бывших промзон, явно не украшающих столицу Сибири. Об одном из успешных опытов реновации таких зон – в новом жилом комплексе «Гринарт», расположенном в шаговой доступности от парка «Березовая роща» в нашем следующем сюжете. Жить практически в самом центре мегаполиса в окружении зелени и сохраняемым двором. Мечта многих горожан. У владельцев квартир в жилом комплексе «Гринарт» на улице Планетной в двух шагах от парка «Березовая роща» она уже сбылась. Когда приходишь домой, как будто в такую невероятную сказку попадаешь, подъезжаешь вроде по обычному городу, а лучше парка. Внешний вид дома, конечно, он очень красивый, кирпич, как бы вот это все, елочки, все дела. Во-вторых, конечно, расположение нам было важно, потому что, когда мы покупали квартиру, я была беременная, мы готовились к встрече с нашим малышом, и нужно было, чтобы дом расположен был так, чтобы можно было где-то гулять с ребенком. Ну и здесь идеально, просто выходишь, и рядом парк, свой выход в парк. Вот, мы каждый день теперь гуляем. Отличительная черта этого жилого комплекса. Расположен он на месте бывшей промзоны. Когда-то здесь располагалось трамвайное депо, хотя сегодня уже ничто не напоминает о тех временах. Лицом к парку возвели двухподъездную кирпичную девятиэтажку с просторными двушками и трешками. Рядом с ней – десятиэтажку с квартирами поменьше. Общая площадь территории будущего комплекса больше 37 тысяч квадратных метров. Около 30% из них займет парковая зона. Благоустроенный двор и много зелени – вот что сегодня выделяет Гренарт на фоне ряда других новостроек. На озеленение территории уже потратили 5 миллионов рублей. Причем деревья и кустарники привезли из Бенгрии. Это два вида берез и кленов – акации, вязы, дубы, яблони и липы. Жильцы по достоинству оценили усилия застройщика. Все очень красиво. Вот весной здесь цвела сирень. Ну, то есть, уютно очень. Нам нравится. Я фотограф. И для меня кайф – то, что можно выйти и просто пофотографироваться здесь, не выезжая ни в какую парковую зону, и приглашать сюда каких-то своих гостей, клиентов. И при этом никуда не уезжать за город. Ну, для меня это вообще прям вау. Все для удобства людей. Именно так построен этот жилой комплекс. Даже мама с колясками и люди с ограниченными возможностями здоровья не испытывают никаких затруднений благодаря вот таким удобным входам в подъезд. В расположенный по соседству парк есть несколько выходов – с замками, домофонами и видеокамерами. Рядом расположена школа, поликлиника и вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Так что гренарт можно смело называть одним из наиболее удачных примеров реновации промзоны в нашем городе. В МУП «Горводоканал» состоялся традиционный конкурс-праздник «Лучший по профессии». В этом году конкурс посвящен 125-летию Новосибирска. В соревнованиях приняли участие более 70 опытных и молодых специалистов. Состязания направлены на повышение мастерства, передачу опыта передовых работников и обучение молодых кадров. Съемочная группа 49-го канала наблюдала за слаженными действиями участников. За 11 лет традиционное мероприятие превратилось в масштабный праздник. Перед началом соревнований, построение команд-участниц, парад спецтехники, которая находится всегда в исправном состоянии, костюмированное танцевальное шоу, приветствие первых лиц области и города. Каждому члену коллектива «Горводоканала» уже есть чем гордиться, потому что всем известно, что в Новосибирске самая качественная питьевая вода, что здесь самое бережное отношение к природе. Несомненно, это заслуга своевременной и качественной работы «Горводоканала». Сегодня специалисты демонстрируют навыки, которые им нужны в повседневной работе, действия отработаны до автоматизма. Для того, чтобы правильно собрать деталь, требуется всего несколько минут. Работники говорят, что этот конкурс им необходим, как потребителю чистая вода. В первую очередь выделить действительно специалистов в нашем деле. Это очень показательно для молодых людей, которые приходят вновь на предприятие, чтобы они посмотрели, чем мы занимаемся, как мы занимаемся, что работают действительно профессионалы на нашем предприятии. В рамках конкурса бригадам предстоит в кратчайший срок смонтировать запорную задвижку – пожарный гидрант. Незаменимым сварщикам необходимо качественно и быстро заварить трубу. Главное, чтобы в собранных конструкциях не было течи. За ходом соревнований следят судьи, высококвалифицированные специалисты. Самое сложное – устранить порыв в колодцы в закрытом тесном пространстве. Для того, чтобы исправить ситуацию, этой команде потребовалось 25 минут. В жизненных условиях сильно мы не торопимся, мы делаем все качественно. Лучшая бригада по водопроводным сетям, лучшая бригада насосных станций, лучший молодой специалист, лучший экскаваторщик – в соревнованиях практически у каждого сотрудника есть возможность показать профессионализм. Дополнительным стимулом служит вознаграждение за победу в любой номинации. Без такого мастерства, без такого соперничества, без такого уважения к профессии, которую они посвящают в свою жизнь, добиться результатов невозможно. И вот эти конкурсы, они вот воочию нам прилюдно говорят. Так вот благодаря чему у нас в Новосибирске все так неплохо, а наоборот комфортно и хорошо. Впервые конкурс профессионального мастерства Горвода канала прошел в октябре 2007 года и с тех пор стал традиционным. По итогам года лучших работников предприятия награждают почетными грамотами губернатора Новосибирской области и мэрии города. После праздника, приступив к своим обязанностям на местах, специалисты Горвода канала начинают готовиться к следующему конкурсу. И, возможно, через год в номинациях лучших по профессии появятся новые имена. Первенство среди команд окружных управлений на транспорте МВД России, впервые прошедшее в этом году в Новосибирске, успешно завершилось. Итоги не только профессиональных соревнований, но и творческих конкурсов подводили в Центральном парке города. Там же устроили галоконцерт, состоящий из номеров в исполнении участников первенства. И вот как это было. На протяжении трех дней 10 команд лучших транспортных полицейских России соревновались в профессиональных навыках и знаниях, спортивной подготовке и творческих способностях. В ваших трудовых коллективах были выбраны самые лучшие представители, чтобы показать, на что способна транспортная полиция, что они умеют, как они организовывают работу на местах происшествий, как документируют. И хочу отметить неординарный подход вообще к программе проведения этого турнира. Нестандартность подхода организаторов и инициатора перенста, которым выступило управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, заключалась в отходе от канонов традиционно-профессионального конкурса. Таким образом появился третий этап первенства – творческий марафон. На что способны полицейские стражи магистрали, показали здесь же, на сцене парка. И теперь, когда все конкурсы, этапы, задания позади стражи магистрали России, готовы были выслушать вердикт судейской бригады. Кстати, в ее состав вошли представители многих силовых ведомств и структур. Я хочу поблагодарить и поприветствовать и поздравить с этим мероприятием от всех руководителей силовых структур и контрольно-надзорных ведомств. В этом мероприятии участвовали все мои коллеги. Это начиная от организации и заканчивая судейством. Уверен, что оно было объективным и справедливым. Вначале вручали специальные призы, которые учредили руководители аэропорта Толмачева и железной дороги. Отдельно отметили команду, получившую больше всего голосов к поддержке в интернете. Впрочем, подарки, диплом участников дали всем командам. А по итогам всех трех этапов третье место взяли сразу два коллектива управления на транспорте по Центральному и Южному федеральным округам. На втором месте оказались наши, сибирские полицейские. Ну, а победителями первенства стражей магистрали России стала команда Уральского управления. Нам поставили задачу, мы приехали и профессионально ее выполнили, так как нас учили. Спасибо нашим наставникам, спасибо нашему руководству, ну и, конечно же, спасибо, удачи и вашей сибирской земле. Победители, ставшие лучшими транспортными полицейскими страны, уехали домой не только с хорошим настроением и дипломами, но и с сертификатом на легковой автомобиль отечественного производства, доставшийся им в качестве главного приза. Где пройдет следующее первенство, которое решено сделать ежегодным, пока неизвестно. Но главную награду организаторы пообещали сделать еще весомее. Подготовка к школе становится серьезным испытанием для многих семей. Особенно, если речь идет о детях-инвалидах. Ведь траты на их воспитание и обучение обычно ощутимо выше. Помочь таким мальчишкам и девчонкам собрать все необходимое к началу учебного года, призваны различные благотворительные акции, одна из которых прошла в минувшие выходные. Подарить немного счастья совсем не трудно. Это доказала благотворительная акция «Соберем детишек в школу», организованная благотворительным фондом «Лучик света», финал которой прошел минувшую субботу в ДК имени Ефремова. Ее цель – собрать школьные принадлежности к новому учебному году для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе мальчишкам и девчонкам из коррекционных школ, а также детям-инвалидам на домашнем обучении. И, конечно же, устроить праздник, которого так часто не хватает этим ребятам в их жизни. Акция «Соберем детишек в школу» проходит четвертый год подряд. И в этом году, в зависимости от потребностей, дети получили ранцы, дневники, тетради, альбомы, ручки, карандаши, пеналы и другие нужные школьные принадлежности. Это мероприятие завершилось. Но если у вас есть желание оказать помощь в подготовке к школе другим ребятам, то время еще не упущено. В частности, в эти дни проходят сразу две акции, призванные помочь нуждающимся детям. Любой желающий может купить канцелярские товары, школьные дневники иранцы и принести в фонд «Солнечный город» по адресу улица Промышленная, 4А. Вечи передадут в учреждение, где дети смогут выбрать себе то, что нравится. Кроме того, всем школьникам и родителям предложили 1 сентября подарить своему классному руководителю всего один большой и красивый букет, а сэкономленные деньги перевести на помощь нуждающимся детям. Все собранные средства, которые в рамках акции нам удастся собрать, они будут направлены на съемку 180 видеоанкет для детей из детских домов. Эти видеоанкеты мы снимаем уже достаточно давно, и в этих видеоанкетах мы показываем будущим мамам и папам детей, ну так скажем, в живом виде, да, то есть как они разговаривают, что им интересно, чего они хотят. Можно сидеть и ждать, когда мир изменится к лучшему. А можно попытаться самим сделать его лучше, в том числе помогая тем, кому особенно нужны наши внимание и забота. Как помочь школьникам побороть свои страхи? Да очень просто решили в Росгвардии и отправили подростков в поселок Горный на базу учебного центра отдельного отряда специального назначения «Ермак». А вот какие испытания пришлось испытать на занятиях воспитанникам Сибирского кадетского корпуса, учащимся кадетских классов и военно-патриотических клубов города и области, сейчас расскажем. Проверить свои силы, выносливость и характер не только в военном, но и в спецназовском деле выпала возможность кадетов Новосибирска и области. У подростков в учебном центре Горный было все как у взрослых. Штурмовую полосу пройти, соблюдая все тактические правила спецназовцев, не так и просто. Но когда есть наставник, другое дело. Быстрее, 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 Саш. Умница, все хорошо. Умничка. Все. Кадеты и раньше преодолевали эти препятствия, имитирующие реальные условия боевых действий в городской черте и вне ее. Однако теперь им дали оружие, что значительно усложнило задачу, но сделало ее приближенной к реальной. Булемет на шею. На шею. Штурмовая полоса позади и сдержанные слова похвалы от наставника. Прошли элементы огнештурмовой полосы. Оценка новая. Для вашего возраста, скажем так, четверка зачетная. Сегодня мы уже прошли эти элементы со оружием. Жалобы, предложения? Никак нет! Все здоровы и все хорошо. Так, точно! Отлично, напряжение. Бегом! Да! Марш! Больше всего запомнилась эта полоса, когда мы бежали с автоматами. С чем? Ну, командная игра. Ты потягиваешь друга, пытаешься помочь ему и сам выкарабкиваешься. Видимо, за воспитание подрастающего поколения в войсках Росгвардии Сибирского округа взялись всерьез, раз устроили кадетам такие испытания. Называется это обкатка БТРа. Не каждый взрослый спокойно сможет лежать на пыльной дороге в то время, когда над тобой с грохотом проезжает многотонный бронетранспортер. Но это тоже один из элементов подготовки бойцов спецподразделений. Я вижу, я уши закрыла, вижу, не слышать. Он так шум. Это круто. А вы боялись? Это круто. Это страшно. Это круто. Я вижу, уши закрыла, лишь бы не слышать. Помимо этих занятий, дети на протяжении шести дней с утра до вечера бегали, познавали азы горной и строевой подготовки, знакомились с огнестрельным оружием и выполняли еще массу всяких интереснейших задач и упражнений. Ребятам нравится. Глаза горят. Вот вы видели, даже самые маленькие с удовольствием занимаются. Ну и старшие тоже, в принципе. То есть эмоций у детей очень много. Занятия эти приурочили к предстоящему 70-летию бывшего командующего внутренними войсками МВД России генерал-полковник Анатолия Романова. В 1995 году он получил звезду героя. О нем детям показали документальный фильм. Ежегодный молодежный фестиваль уличных субкультур «Врывайся» в этот раз прошел на Михайловской набережной. Организаторы подготовили для зрителей три локации, охватывающие самые популярные направления современной уличной культуры. Хип-хоп, батлы, воркаут, граффити. Одна из самых ярких фестивальных площадок посвящена экстремальным видам спорта. Подробнее о событии расскажем далее. Фестиваль проходит четвертый год подряд. В соревнованиях по уличным дисциплинам принимают участие танцоры и спортсмены из разных городов Сибири. Михаил Князев занимается BMX-фристайлом 10 лет. В Красноярске обучает детей выполнять различные трюки на велосипеде. Сегодня его команда показывает зрелищные выступления. У нас в Красноярске на самом деле не часто проходят. А фестивали такие очень нужны. Потому что чем больше фестивалей, чем больше соревнований, тем больше растет движение, все это направление развивается. Для любителей граффити работает стрит-арт-площадка под кураторством новосибирского художника Ивана Ягоды. А в центре набережной проходят батлы по хип-хопу и олд-стайлсу. На протяжении четырех часов креативные танцоры обмениваются опытом и мастерством. Объяснить даже словами невозможно. Это танец без границ. Да, в принципе, любой танец, он без границ. Как ты чувствуешь, ты выражаешь это. Поэтому нету рамок, нету системы. Все внутри тебя. Фишкой фестиваля по традиции стали соревнования по сноуборду. Специально для этого привезли пять тонн настоящего снега. По словам организаторов, в городах России подобного еще не было. Это изюминка столицы Сибири. Что, несомненно, привлекает зрителей. Десять лет назад скейт-парк представлял себе две разгонки и фигню посередине. Сейчас это уже серьезное сооружение. Ну, уровень другой совсем. И зрелищнее намного. Многие уличные виды спорта уже приобрели статус олимпийских. Проводить время в парках и скверах, катаясь на скейтбордах, велосипедах, роликах становится модным. Культурами Урбана все больше интересуются подрастающие поколения. Не только в Новосибирске, но и в районах области строят площадки для воркаута, роллер-брейдинга. И уже ребята из Сберска, из Китима, Барабинска показывают хорошие результаты. В следующем году, по оценкам организаторов, масштаб фестиваля значительно возрастет. 26 августа на Новосибирском ипподроме в рамках всероссийских игр состоялись конные спортивные соревнования Кубка губернатора области. В мероприятии участвовали 70 лошадей. Среди них 30 гастролеров из Красноярска, Абакана, Барнаула и Омска, готовые сразиться за последующую поездку на всероссийские соревнования. За ходом спортивного праздника наблюдала Екатерина Орлова. Соревнования, прошедшие 26 августа на Новосибирском ипподроме, стали четвертым этапом Большого Сибирского круга. Масштабного мероприятия, посвященного развитию ипподромных испытаний и привлечению большего числа зрителей к конно-спортивным состязаниям. На прошедших скачках преобладали лошади рысистых пород. Например, Орловской, которой уже более 300 лет. Именно совместная деятельность различных сибирских обществ может улучшить селекционную работу, а также возродить элитные породы, считают организаторы. У нас записалось порядка 78 голов лошадей. Это будет разыграно порядка 12 призов. Это призы на приз губернатора Новосибирской области, призы на приз покрышки на Александра Ивановича, вашего земляка, легендарного маршала авиации. И я думаю, что те призы, которые сегодня будут разыграны, покажут элемент качества селекции, который проходит во всем сибирском регионе. Сибирские конные соревнования уже стали выходить за пределы нашего федерального округа. Так, на омских скачках было немало представителей уральских обществ. А на первый этап в Красноярске приехали восточные соседи из разных регионов. С каждым годом масштаб конно-спортивных состязаний увеличивается и привлекает больше участников. Да, мы привезли семь лошадей, которые будут участвовать в этих соревнованиях. Это одни из лучших наших лошадей. Конечно, мы стараемся возить только самых-самых-самых. Отсюда и высокий уровень лошадей на дорожке. На прошедших состязаниях в Новосибирске зрители впервые могли делать ставки. О каждой лошади была размещена подробная информация. Возраст, выносливость, скорость и количество побед. По итогам всех забегов лучшие наездники отправятся за победой на соревнования всероссийского уровня. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Сразу после прогноза погоды вас ждет очередной выпуск программы ПРО. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. До новых встреч.